МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вот и место, где женщина купила творог. Здесь его взвесили и продали. На бумажных коробках и пластмассовых подносах продавец Ирина предлагает молочную продукцию, сало, мясо, моченые помидоры, чеснок, семечки и многое другое. Вся эта продукция, говорит, собственного производства. Везла все это в Одессу из Винницкой области на электричке. Медицинская книжка и документы из лаборатории остались дома. Если бы документы меня пытался покупать, я могла бы привезти книжку, что я пришла санитарный взгляд свой, медичный. Я бы требовала, привезла бы, что от моих корей есть тоже паспорта. А с собой есть? Нет, сейчас на данный момент. С собой нет? Нет. Говорит, в родном селе большая конкуренция. Приходится искать новые рынки сбыта. Это правильные умовы? Нет, конечно, неправильные. Конечно, неправильные. То есть люди верят на честное ваше слово? Я понимаю. Верят на честное слово и подобается им. Мой товар приходят, еще берут. Сосед Ирины, предприниматель уличного бизнеса, тоже работает на честном слове. То есть вы торгуете без документов, правильно? Ну да. А что же, как оформить? Это мелкий товар, малая продукция. А что продаете? Она не оформляется. А что продаете? Шиповник продаю. Жуководные фрукты продаю. Мед продаю. А это все, малина, чеснок, поголовки продаю. На улице у стихийщиков можно купить все, что угодно. Вот еще одно место продажи. Здесь в одинаковых желтых ящиках, небрежно накрытых пленкой, на зимнем солнце греются изделия из теста. Документов, как обычно, нет. Ну, сколько я вот торгую, еще никто не отравился. А в магазинах было отравление не раз. Я же тоже сама кушаю. Я же вот не кушаю, я что-то кушаю. Прежде чем купить продукты на улице вот так земли, подумайте о возможных последствиях. Пока мэрия не спешит заботиться о здоровье горожан и надеяться на чиновников не приходится, давайте подумаем о себе сами. Ольга Голодова, Андрей Кульба, 7 канал.